Друзья, всем привет! Вы Наивлив Шеф Ченнел и с вами, как всегда, я, шеф. Решил сегодня приготовить для вас одно очень быстрое блюдо, которое со своей женой Лерой в неделю мы его едим, наверное, раза два. Во-первых, вкусно, во-вторых, полезно, в-третьих, очень быстро. Немножко сливы 33%, брокколи, черри, томаты, хотя можно даже и без них, яичный желток, сыр фитакса, либо соленый домашний сыр. Еще будет небольшое количество зеленого базилика. У каждого есть свой стиль, как он любит брокколи есть, ну и, соответственно, зачищать. Как вы знаете, друзья мои, все, кто подписан на меня, все, кто меня рекомендует своим друзьям, они знают, что я люблю еду красивую, в первую очередь, а потом, чтобы она была, конечно же, вкусная. Я покажу, как я препарирую брокколи. Обожаю брокколи, нравится в брокколях все, и стебли в том числе. Поэтому видите, как я их очищаю, чтобы вот они были вот с такими вот хвостиками. Потом аккуратно, вот так вот их разрезаю. Дам маленький совет, если вы хотите, чтобы у вас брокколи дольше хранились, то лучше всего их хранить в отварном состоянии, сбаланшировать. В холодильнике оно пролежит намного дольше, и ничего с ним не будет, нежели вы его будете держать в свежем состоянии. Если тем более влага попадет или это будет в пакете, то, ну, дня три и триндец в вашем брокколи начнет желтеть, ничем хорошим это не закончится. Лучше всего сбаланшируйте и в таком состоянии его оставьте. Будет лежать неделю, ничего, соответственно, не будет. Но если правильно использовать еще тепловой режим, я имею в виду правильно выставленная температура в холодильнике. Я поставил уже воду. В воду добавляем соль. Вода уже на грани кипения, поэтому я беру брокколи и спокойно опускаю сюда. Сразу включаю холодную воду, чтобы она была ледяная. Для того, чтобы когда у меня одну минуту будет вариться брокколи, чтобы я их потом сразу откинул в холодную воду. Тем самым я сохраню цвет, я остановлю тепловой процесс, чтобы брокколи не превратилась в мыло. Я люблю аль денте. Очень нравится, когда хрустит. Духовку я сразу поставил на 210 градусов. Черри томаты. Что вы там грязете, белый? У тебя обед, дорогой мой друг. Теперь перекладываю в форму для запекания. Добавляю небольшое количество оливкового масла. Слегка солю. Свежий зеленый базилик. Это у меня получается такая как бы подложка. У меня еще припускается брокколи. Для сырного соуса мне понадобится 100 грамм жирных сливок 33-процентных. Куриное яйцо. Но из куриного яйца мне понадобится лишь только желток. Белок я ставлю на омлет. Соленый сыр. Фитакса. Можно использовать сухую фиту. Не берите только пластмассовую. Есть такие, знаете, в рассоле продают. Ты открываешь эту упаковку, а там просто кусок пластмассы лежит. И пробиваю все до однородной массы. Кстати, если любите более чесночный вкус, можно сюда добавить зубчик чеснока. Но здесь как по желанию. Летом, думаю, что и не стоит. А вот осенью, зимой и весной можно. Для того, чтобы спастись от ковида. Кстати, вот с этим соусом запекать можно все. Я люблю рыбу запекать, креветки, морепродукты. Густая вот такая вот сметана. Все, буквально еще полминуты и вытаскиваю. Когда мы вытащим из воды, нам нужно, конечно же, брокколи обсушить. Поэтому лучше всего можно взять кусок кухонного полотенца, либо, соответственно, тканевое полотенце, чтобы у нас с вами вот здесь вот не превратилось все в болото. Буквально минуту в кипящей воде брокколи провели. И теперь я сливаю горячую воду и начинаю заполнять холодной водой. Надо полностью остановить процесс. Выкладываю на салфетку, чтобы стекла жидкость. Это важно. Рич, неужели вы все-таки решили выйти из тьмы и пообедать? Буквально несколько минут это полежит, салфетка впитает себя и мы начнем делать дремучий лес. Это блюдо очень прекрасно и интересно готовить вместе со своими детьми. Через продукты дети познают мир, правильное питание, вкусы. Ну, а если у вас, соответственно, фантазия работает так же, как у меня, то можно с ними вот поиграть вот в такой вот лес. Теперь я беру брокколи, видите, начинаю их здесь выкладывать. Многие мои коллеги стараются, наоборот, всю кудряшку наверх. Не, я не люблю так. Я люблю вот так вот необычно, чтобы блюдо удивляло не только своим вкусом, но и, конечно же, внешним видом. Мне кажется, так намного интереснее, приятнее. А самое главное, так люблю я. А если вам это тоже подойдет, то только всем честь и хвала. Посмотрите, все, полотенцу говорим спасибо. Солить брокколи не надо. Воду можно слегка присолить. Больше соли не нужно, потому что, не забывайте, мы взяли соленый сыр фита. Можно этим соусом, как я уже сказал, все запекать. Рыбу и овощи, кабачки, спаржу, зеленую фасоль, цветную капусту. Соуса должно быть много. Во-первых, это почти не соус, а сыр. Это вкусно. Во-вторых, брокколи достаточно много и потом впоследствии очень приятно, когда ты берешь брокколу, а она полностью вся покрыта сыром. Абсолютно весь остров невезения в океане есть. 210 градусов минут на 10. Здесь, по большому счету, готовится нечего. Здесь надо, чтобы все прижарилось, соединилось. Запах брокколи доходит даже и здесь. Как когда-то сказал классик, все гениальное просто. Только лишь, если вы подписаны на Ивлев Шеф Ченнел. Из простых, доступных и недорогих продуктов вы получаете вот такую вот красоту. Приятного аппетита! Увидимся очень скоро на Ивлев Шеф Ченнел. Пока-пока! Друзья, всем привет! Это я Александр Антипин и моя рубрика «Пора что-то принять» на Ивлев Шеф Ченнел. И в этом выпуске мы будем продолжать наше клубничное безумие и будем готовить дачный клубничный дайкири. Дайкири – это коктейл на базе светлого рома, фреша лайма и сахарного сиропа. Для приготовления этого коктейля я взял за основу инфьюзированный ром. Инфьюз – это настойка. Мы настояли светлый ром, клубнику с огорода, добавили нюансы цедры лайма и я запулил еще немножко оттенков свежести мяты. Сейчас я вам расскажу, как сделать такой инфьюз. Для этого нам понадобится емкость. У меня бутылка с широким горлышком. В вашем случае мы же на даче, поэтому можно обойтись с банка с крышкой. Заливаем 500 грамм светлого рома. Есть. Далее берем клубнику, только что сорванную из грядки, и отрезаем жопки. Чтобы инфьюз получился более яркой и красочной, режем максимально тонко на такие вот слайсы. Чем тоньше, тем лучше. И тогда цветовая отдача вкуса и аромата нашего рома будет на высшем уровне. Ребят, убедительная просьба. Не надо толочь толкушками, брать испорченную, подвяленную клубнику. Только спелые, хорошие текстурные ягоды. И вот мы справились с нашей клубникой и аккуратно берем. Клубника отправилась подружиться с ромом. Мы на самом деле близки к цели и остаются считанные штрихи. Берем лайм. Вот такое приспособление. Называется пиллер. И снимаем тоненько цедру без белой части. Нам нужны масла и ароматы цедры. И отправляем также в настойку. Наш полуфабрикат почти готов. В огороде есть та или иная зеленушка, которая может дополнить и сделать картину интереснее. Я взял немного мяты. Остается дело за временем. Чтобы получилась такая вот насыщенная история, требуется всего лишь сутки. Убираем в холодильник, в холодное место. Если вы собираетесь к вечеру, а приехали на дачу и собрали урожай днем, и у вас небольшой промежуток времени, небольшой лайфхак. Можно отправить наш полуфабрикат в стеклянную емкость и на 3-4, максимум 5 минут, в микроволновку. Ребят, мы с моими друзьями Комплекс Бар продлеваем розыгрыш барного инвентаря. Что нужно для этого сделать? Напоминаю, готовить по моим рецептам, выкладывать у себя на странице фото либо видео с рецептом, с хэштегом «пора что-то принять» и уже скоро я выберу несколько победителей, и этот барный инвентарь будет у вас. Прошло время, мы отфильтровали, получилась вот такая настойка. Дело за малым. Собираем наш дачный дайкири на клубнике, лайме и мяте. Для этого нам понадобится сам полуфабрикат, лед, вот такое вот замечательное шале, можно достать у мамы либо у бабушки из сервиза, сахарный сироп, мерная посуда, джиггер, старичок шейкер и кислая часть лайма. Поехали! Охлаждаем, закидываем, лед не жалеем. Далее собираем наш коктейль. Берем вторую часть шейкера и заливаем ингредиенты. Половина лайма выдавливаем и добавляем сахарный сироп один к одному. Берем охлаждающуюся часть шейкера, выливаем талую водичку. Если нет трейнера, не беда. Отфильтровываем вот таким вот приспособлением и далее уже, соответственно, забиваем. Если нет шейкера, ребят, дома есть термос и та же банка с крышкой. Велкам! Остаются буквально считанные секунды, чтобы насладиться напитком. Берем стрейнер сито, чтобы маленькие частицы льда не попали в наш бокал, отфильтровываем. Какова красота! Чтобы сделать коктейль более ресторанным и симпатичным, дополняем его листиком мяты. Наш супер июньский летний дайкири готов. Подписываемся на канал Ивлев Шеф Ченнел, ставим лайки, пишем комментарии и до новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!